Музыка Один из первых вопросов, который задал мне тогдашний завлит театра Игорь Игоревич Казенин, когда я пришел на работу в музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко, почему он называется не театр оперы и балета. Ну и сам же предложил ответ, в частности, потому что здесь, кроме оперы и балета, всегда шла оперетта. С оперетты рождалась одна из составных частей будущего театра, музыкальная студия МХТ, под руководством Владимира Ивановича Немировича Данченко. В декабре 1918 года Станиславского Немировича Данченко пригласили в Большой театр и предложили им перенести идеи, которые они воплотили в Московском художественном театре, те режиссерские принципы, которые они проповедовали, воплотить их в музыкальном театре на примере оперы. Станиславский уходит в эксперименты, в студийную работу и создает оперную студию Большого театра. Немирович Данченко начинает репетировать в Большом театре, но параллельно наводит справки, приглашает будущих сотрудников для очень неожиданного, необычного предприятия. В феврале 1919 года Вахтангов записывает в своем дневнике, что Немирович приглашал участвовать в создаваемой им опереточной студии. Вот эта самая студия оперетты, КАО, как ее называют в своих записках очень часто Владимир Иванович Немирович Данченко, комическая опера, стала музыкальной студией Московского художественного театра. Летом 1919 года он пишет Лужскому, с которым обсуждает свои самые интересные и неожиданные замыслы. «Подумайте, что лучше. Орфей в аду, дочь рынка, парижская жизнь. Нет качаловок, ни пермосолительного, берсенева, но есть пивуны и пивуни, есть настоящие буфы, есть хор и оркестр, есть вкус, еще не примененный в этой области, есть фантазия, еще не использованная в этом искусстве. Когда я развернул свой план создать оперетку и начать это создание путем опыта в недрах театра Луначарскому, он подскочил от восторга и не могу даже рассказать, каких привилегий наобещал». Реакция восторженная, хотя в дальнейшем возникнет и отторжение от Московского художественного театра, но так или иначе группа единомышленников создана, и первое название, которое выбирает Немирович Данченко, это оперетта Шарля Лекока «Дочь мадам Анго». «Дочь Анго», как она будет называться в дальнейшей постановке. «Дочь Анго» оформляла Мария Гартынская, очень тонкий график, книжный иллюстратор, с которым Немирович нашел принцип оживающих гравюр, гравюры, которые проявляются из полутьмы, потом расцветают на сцене и потом снова уходят в полутьму. Немирович приглашает артистов художественного театра, среди них Ольгу Бакланову, которая оказалась замечательной певицей, ей достается роль госпожи Ланш, двух польских актеров оперетты, которые еще с дореволюционных времен оказались в России. Это Казимира Неверовская и Владислав Щелинский. Неверовская становится исполнительницей главной партии, Клерет Тенго. Он приглашает из Большого театра знаменитого комика Лосского. Не будем забывать, что Лосский не только певец, не только актер, но и режиссер. И в какое-то время достаточно продолжительный и очень плодотворный главный режиссер Большого театра. Еще один герой оперетты Анш Питу. На эту роль приглашается молодой певец Александр Веселовский. Он не очень долго пробыл в составе студии. Какое-то время он был солистом Большого театра, потом уехал за границу и сделал головокружительную карьеру. О людях, которые прошли через Дочанго, можно составить целую повесть. Среди них была уже названа Ольга Бакланова, которая в 20-е годы оказалась в Соединенных Штатах Америки и снималась в голливудских фильмах, где ее партнерами были такие знаменитости, как Конрад Фейт, например. Среди актеров, которые позже велись в спектакль, был Сергей Образцов, будущий создатель знаменитого кукольного театра. Сразу несколько маленьких ролей в этом спектакле играла Любовь Орлова, будущая звезда отечественного кино. Из Большого театра на этот спектакль приходили знаменитый тенор Николай Озеров и певица Валерия Барсова, будущая лауреатка всевозможных премий и тоже одна из самых ярких звезд Большого театра. Еще один актер, и он же режиссер, который участвовал в этом спектакле, сыграет большую роль в жизни студии в дальнейшем. Это Леонид Баратов, в тот момент молодой певец, начинающий режиссер, потом режиссер студии, много работавший в ней, потом главный режиссер Большого театра, но и фактически главный создатель Большого стиля середины XX века, то, что ассоциируется у нас как раз с величием Большого театра. И потом снова он же экспериментатор, когда он вернулся уже в 50-е годы в музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко. В общем, это история постановки первой оперетты на сцене Московского художественного театра. Она очень увлекательна и заслуживает отдельного рассказа. Но мы идем дальше. Сразу после успеха дочери Анго Немирович Данченко продолжает свою революцию в жанре оперетты. Выбирает он оперетту Афенбаха «Перекола». Это вторая премьера музыкальной студии Московского художественного театра. Художником «Перекола» становится Кончаловский, знаменитый живописец с яркими красками, с очень броскими образами. Совершенно новый мир. Следующий спектакль снова поворот еще на 180 градусов. Следующая постановка – это комедия Аристофана Лесистрата со специально написанной музыкой Глиэра. То есть тоже опять не опера и уже совсем не оперетта, а жанр новый, жанр музыкального представления. В этом спектакле была знаменитая сценическая установка художника Исаака Рабиновича. Колоннада расположена на сцене и на глазах у зрителей, вращавшаяся вместе с поворотным кругом. Картина менялась. И это абсолютно такой шаг конструктивистов. Прием становится художественным средством. То, что было придумано как технологическая зацепка, помощь для рабочих сцен, становится аттракционом, на котором нужно смотреть. Слово «аттракцион» – наверное, не случайно. Как раз тогда идея парада аттракционов в кинематографе. То, как можно новыми средствами привлечь самого нового зрителя. Следующая постановка – «Снова поворот». И это уже не оперетта, не музыкальное представление. Это опера. Но опера написана в том же самом жанре французской комической оперы. Оперы с большими фрагментами разговорных диалогов. Это «Кармен Безе». Спектакль подчеркнуто называется не «Кармен», а «Карменситый солдат». Немирович Данченко вообще очень внимательно относился к названиям своих работ. Тут вот он делает этот акцент, что это не «Кармен», это «Карменситый солдат». Переписывается заново текст. Очень много «Мереме», очень много «Безе» в то же время. Такое дерзкое вторжение, которое, может быть, позволяет при этом точнее взглянуть на первоисточник. Тот очень пристрастный режиссерский взгляд, который вдохновлен самим произведением. Ну и дальше, вооружившись таким разнообразным и ярким репертуаром, музыкальная студия художественного театра отправляется сначала в Европу, потом в Америку. Имеет там огромный успех. Успех творческий, не финансовый. Это, к сожалению, очень часто бывает. Находясь в Америке, Немирович Данченко и студийцы получают из Москвы новость, что зал КАО, их зал комической оперы, который они отстроили, который находится внутри художественного театра, у них отбирают. Студия остается бездомной. Это, конечно, очень сильный удар. Несколько человек покидают студию. Вот Ольга Бакланова начинает сниматься в американском кино. Уезжает в Америку дирижер Бакалейников, первый дирижер, который готовил премьеру «Мадам Анго». В дальнейшем он стал известным педагогом, и, например, у него учился такой известный дирижер, как Лорин Мазель. Немирович остается, кстати, в Америке и тоже, кажется, подумывает о том, чтобы остаться, ищет работу в Голливуде. И мне кажется, что это наше большое счастье и большой промах американцев, что они в тот момент не подхватили Немировича, иначе история развития американского мюзикла была бы совершенно другой. Вот этот синтетически сложный жанр, который развивался тогда. Немирович, мне кажется, чувствовал его, чувствовал кожей. Студия возвращается в Москву, ее фактическим руководителем становится Леонид Баратов. При нем первая премьера, это тоже жанр неоперный, это водевиль Лобиша, «Соломенная шляпка» с музыкой Дунаевского. Дальше очень необычные оперные эксперименты, «Девушка из предместия» Мануэля де Фальи и Джонни наигрывает Эрстек Шенека, очень модная в тот момент западная новинка с элементами джаза. Постепенно приоритеты студии меняются. Это уже не студия, на самом деле, правильнее говорить, театра, это уже музыкальный театр имени Немировича Данченко, которым руководит Владимир Иванович Немирович Данченко. Он работает по тому же адресу, что и оперный театр имени Станиславского, которым руководит Константин Сергеевич Станиславский. Оба театра уже начинают больше работать в оперном жанре, но с большим отличием Станиславский предпочитает традиционное название, он разбирает по винтикам до молекул персонажей каждой оперы, ищет потайные пружинки, ключи, то, чем он всегда был силен, действия, контрдействия, и все, о чем говорит, он применяет это в оперном театре. Немирович Данченко работает более резкими мазками и в неожиданных жанрах он всегда ценит эксперименты, ценит новое имя. Первым музыкальный театр имени Немировича Данченко обращается к советской истории. В 1930 году появляется спектакль «Северный ветер». Это не опера, не оперетта, а музыкальное обозрение. Музыку написал Лев Книпер, пьеса Владимира Киршона рассказывает о судьбе 26 бакинских комиссаров. Но оперетта продолжает оставаться в репертуарной сфере театра. 1932 год – это корневильские колокола, планкетта. Всегда, когда Немирович Данченко берется за оперетту, он ищет там какие-то социальные подтексты, нюансы. Ретта и опера шла тогда на русском языке, никакого языка оригинала в помине не было. Новый перевод делает Вера Инбер. В корневильских колоколах тоже вводятся вот эти социальные мотивы. И одновременно образ бродячего театра, артистической вольницы, который, хоть и очень оседлому человеку, Немировичу Данченко, на самом деле был очень близок. Он был, мне кажется, авантюристом в душе и вполне мог бы странствовать вместе с кочевой театральной труппой. Конец 30-х, 37-й год, появляется прекрасная Елена, спектакль роскошной красоты, оформленный знаменитым Вильямсом. Тогда же примерно Вильямс оформляет для Немировича Данченко травиату, и это два настоящих шедевра декорационного искусства. Начинается война, театры объединяются, возникает музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко в его нынешнем виде. Последний спектакль, который увидел Немирович Данченко на сцене нашего театра, был «Цыганский барон». Даже в самые тяжелые дни битвы за Москву музыкальный театр имени Станиславского Немировича Данченко оставался в городе единственным. Он продолжал спектакль даже в октябре 1941 года. И первая премьера, которую театр запускает во время войны, это «Цыганский барон». В балете первая военная премьера Штраусиана в постановке Владимира Бурмейстера. Это тоже, по сути дела, оперетта на балетный лад. Папури из музыки Оганна Штрауса, легкомысленный сюжет, лирическая комедия, как бы мы сейчас сказали. После войны оперетта продолжает находиться на афише театра. Нищий студент, это 40-е годы. Потом Лев Михайлов ставит Донью Жуаниту Зуппе, Аким Шароев ставит произведение Тихона Хренникова, и поздние его оперы очень близки и к оперетте, и, может быть, даже к мюзиклу. Самым ярким примером этого является Золотой теленок. Уже 2000-е годы новый этап жизни театра Летучая мышь 2000-го года в постановке Александра Тителя и Игоря Юсуловича. Любому театру, наверное, хотелось бы получить такой состав исполнителей, как для этого произведения вроде бы легкого жанра, ни к чему не обязывающего. Там пели Ольга Гурякова, Хибла Герзмава, Ахмед Агади, Вячеслав Войнаровский, Евгений Поликанин. То есть все лучшие силы театра и звезды тех лет, и звезды, восходившие на тот момент. Аперета – дело сложное. В какое-то время стало казаться, что артисты оперы не справляются с диалогами. Это самая большая проблема. То, над чем бился и Станиславский в своих спектаклях, чтобы был понятен текст. А, к сожалению, оперных актеров не учат произносить тексты, их учат только петь. В какой-то момент театр приходит к такому компромиссному варианту, появляется обозрение. Однажды на Лазурном берегу вечер классической оперетты, где не нужно разговаривать, просто идут один за другим нанизанные концертные номера. Сейчас в подобном жанре существует «Зимний вечер в Шамани», продолжение. Там было «Лето, здесь зима». Но, к огромному счастью, классическая оперетта, а точнее комическая опера. Фенбах различал жанры своих произведений, и Робинзон Крузо назван им не опереттой, а именно комической оперой. С одной стороны это опера, с другой стороны это действительно оперетта с большим количеством разговоров. Робинзон Крузо знаменует возвращение на нашу сцену классической, настоящей, прекрасной, интересной, увлекательной комической оперы XIX века.